шалом ряде приятного родственного уважения из израиля сегодня решил поговорить с вами о бариатрических операциях тема которая затрагивает на моем канале уже не раз в крайней мере спрашивают комментируют в личных сообщениях что же все-таки нужно кушать перед бариатрической операцией теперь неважно в принципе какая операция по большому счету я вам расскажу что было у меня прошлой операции что мне бы эта операция которая должна быть ближайшее время теперь еще раз то что я вам говорю я просто хочу чтобы поняли это ни в коем случае никакой не призыв к действию да это конкретно вот рассказ что было у меня и как это было у меня значит я получил письмо от своего диетолога и из письмо из больницы по рекомендациям по питанию перед бариатрической операцией значит что эта рекомендация говорит вы хотите похудеть вы думаете сейчас отожрусь и вот буду делать операцию нет такой головой с такими мыслями идти на эту операцию не стоит ни в коем случае потому что она мало чем поможет понятно что вы сейчас скажете вот я делаю шунтирование да поможет но если вы не знали есть процент людей которые все-таки возвращаются своему весу или набирают даже еще есть даже после шунтирования и скажешь женек ты гонишь не гоню если нам нужно могу привести конкретные примеры найду ли это еще этих людей если они согласятся сняться их же ставим и смогу их снять принципе проблема с этими вещами это жидкая еда так вот я сейчас вам расскажу конкретно что сказали мне прошлой операции в этой что нужно есть конкретно перед самой операции за недели примерно 3 еще получил письма в принципе я проверил старое письмо это в принципе письма одинаково кстати я сейчас гуляю по детской площадке по небольшому парку около садика вот скоро надо забирать ребенка минут через 15 так что у меня время с вами есть значит что все-таки нужно есть вы теперь к этому пришли для начала перед операцией нужно отказаться полностью от всяких колбаций от сосисок от жареного мяса и самое крым так страшное да от углеводов имею ввиду хлеб и вся каши причем полностью я понимаю сейчас каждый женек но как же мы сможем поверьте мне я смог и вы сможете что же рекомендуется есть для начала рекомендуется есть количество раз количество приемов пищи в день 5 6 сейчас я вам скажу для чего это делается и да какая-то в которой много белка то бишь яйцо тунец курочка и прочее всякие мясо такие где нет много жира мы ни в коем случае не свинина не потому что с ним проблема потому что она жирная любое мясо где мало жира теперь дальше полностью полностью убираем углеводы в плане картошечки риса гарнирши да убираем напрочь напрочь убираем и это еда как бы становится что-то как бы похоже на кету диету только без жира да и грубо говоря что что можно есть это овощи немножко фруктов яйцо рыбу курочку всякое такое можно поверх не выше скажете вот женек это же как так можно еды очень мало не немало хватает даже из этого можно придумать очень много всяких интересных блюд мне буквально еще через неделю примерно я начинать буду это питание примерно у меня операция на начало октября вот и я потом буду тоже себя снимать показывать и рассказывать в принципе все что я вам рассказываю на тему паря 3 или вообще здоровье это все основано на моем опыте так как было у меня так как делаю это я поэтому не надо говорить женя вот сказал я вот это сделал вы должны обязательно пойти к своему врачу чтобы ваш врач посоветовал вам что делать как правильно питаться если вдруг вы обратитесь к своему врачу скажет жене говорит бред что перед операцией не надо это делать не надо так уж и расскажите мне это очень интересно теперь для чего еще нужно кушать не три раза в день и пять шесть раз в день вам надо приготовить свое тело перед операцией свою тушку самого себя потому что когда вы начинаете кушать 5-6 раз в день сразу говорю у вас вес начнет идти вниз по чуть-чуть потому что тело выйдет из стресса она поймет что еда то приходит еда получать для чем теперь хранить экономить все остальное то что у меня скапливалось и начнете потихонечку скидывать надо чтобы зубок был немножко отошел до отошел от твердой еды от тяжелого перебаты от измясть тяжело перерабатываемой еды извиняюсь вот это у меня на чтобы ваше тело отошло от этой грубой еды чтобы было мягкое теперь после операции что надо после будет операции я конкретно расскажу на своем примере когда я лично продаю операцию как только я приду в себя после от наркоза и прочее как только как только смогу взять камеру сразу же сразу же обещаю снимусь болезнь расскажу что и как но я я верю что скорее всего еще до самой операции я еще сниму парочку видео на эту тему теперь поверьте мне операция это не просто это не что-то ты не некое волшебство да вот я сейчас сделаю операцию если буду худы это тяжелый труд если кто-то скажет а фигня собачья сделай худеешь это полнейший бред да ты по-любому хочешь не хочешь будешь худеть первые месяца два-три куча килограмм уйдет базару нету идет но потом что будет потом я зарегистрирован в социальных сетях в израильских разных группах я вижу вот ребята показывают результаты свои там два года три года и узнать обычно до до трех лет после трех лет мало кто что ставит и тут я делаю пост ребята где вы те кто сделали операцию 6 7 8 9 лет тому назад как я если но они или стесняются своего вида сегодня или показываются чтобы поняли почти все выглядят лучше чем были но есть также процент тех которые вернули свой вес поэтому перед тем как решиться на эту операцию проверьте какая операция вам нужно подходит ли она какая цель если вы решили сдать операцию и не собираетесь менять образ вашей жизни это не будет работать повторюсь это сработает в первый год в два а потом теперь я знаю что ваше появятся вопросы жения когда же кушать еду когда кушать когда начинать кушать жрать когда когда сама еда будет после операции еда будет у каждой операции срок свой я на данный момент рассказывать про это не хочу как в датуре время проверьте мне все вам расскажу давайте повторим вкратце что я объяснил об этом видео что перед бариотерической операции любой нужно приготовить свое тело голову и желудок правильному питанию или скажем так успокоить организм до от очень тяжело перерабатывая их продуктов то бишь мы перед операцией отказываемся от углеводов практически полностью чем меньше тем лучше желательно чтобы не было вообще почему углеводы потому что все равно в овощах углеводы есть вы будете их принимать для химии у вас углеводов будет вот так вот обязательно еду которая где много белка вообще диета как бы называется там где там где много белка я извиняюсь я не помню как правильно перевести севрита вот дарят пахмамот называется даль пахмамот это типа мало углеводное пусть будет так яйца курочку индюшку тунца всякое такое салатики сколько угодно теперь желательно 5 раз в день я сейчас не хочу говорить о количествах порции до порции это уже сейчас неважно потому что можете жрать сколько угодно будет тазик салата сделайте да вы кстати и еще сколько кстати все равно будете продолжать если вы не худеете то реально попробуйте . будет делать и даже в ведро салата да без заливкового масла пожалуйста вы хотите заварить солью но только чуть-чуть для вкуса не соли килограмм да чуть-чуть теперь после этого и кушайте мясо такой курочку вареную жареную нет ни в коем случае вареную на пару в духовочке можно чтобы не было на ней курочки на рыбу любую и начнете еще раз мясо не жирно и вы увидите что в первые недели вы пару килограмм таки потеряете так что с вами был женек из израиля шаломиряне скоро будут новые видео скоро но я имею ввиду по мере поступления если вы считаете моё видео классным подписывайтесь на него делитесь ставьте лайк до новых встреч пока